По питанию и по заработной плате, и пока еще по выплате коммунальной. Это конечно же отрезанный ломочек. А политично рассуждаете? Нет, ну в судно на деле отрезан. На самом деле да, на самом деле вы правы, но тем не менее, ситуация возникла достаточно некрасивая. Если вы помните, мы еще в ноябре инициировали на сессии проведение решения про клопотание перед Славянской районной радой, о том, чтобы они взяли к себе школы. Вы помните, Николаевка сейчас с сентября является территорией Славянского района, город районного значения. А по детским садам мы тогда обратились к Николаевскому горсовету с тем, чтобы Николаевский горсовет взял в себе детские сады. Ну, как результат, от Николаевки не последовало отвлек, а там как раз были выборы, потом они принимали бюджет, но в любом случае они не приняли решение о приеме к себе своих же Николаевских детских садов. Ну, не приняли. Еще сейчас Николаевские детские сады находятся у нас в сети, но возник такой парадокс. Детские сады содержатся за средства местного бюджета. И если мы понимали в сентябре, когда Николаевка формально перешла в район, если мы понимали, что доходы Николаевки находятся в бюджете города Славянска, то мы, конечно, содержали детские сады до конца календарного года. Но уже с 1 января доходы местного бюджета запланированы по Николаевке. Таким образом, у нас нет сейчас ни одной копейки денег для того, чтобы содержать детские сады. Отсюда целый комплекс проблем, начиная от детского питания, заканчивая зарплатой и коммунальными платежами. То есть это то, что обязательно выстреливает на конец месяца всегда. Так они к нам обратились. Вот здесь. Да, фактически так. А перед районом мы клопотали про то, что в район взял загальную свитню на обчарные заклады. Тут между городами и районами есть такая разница. В городах и школы, и детские сады финансируются с одного уровня бюджета, с местного бюджета. А в сельских районах сельские поселковые советы финансируют детские сады, а школы финансируются непосредственно из районного бюджета. Поэтому мы в район и обратились. К сожалению, район до конца 2016 года так и не принял решение о приеме этих школ. За то время, пока район не принимал решение, даже не выносил его на рассмотрение сессии районного совета, Николаевка уже стала самостоятельной громадой. Но с другой стороны, никто же не отменял и то решение Верховной Рады, по которому Николаевка вошла в состав Славянского района, территориально. Николаевка теперь в составе Славянского района. Мы пришли в новый 2017 год, имея доходную часть местного бюджета, запланированную в Николаевке. Я имею в виду то, что по Николаевке. В Николаевке и запланировано, а не в Славянске. Таким образом, детские сады нам финансировать не с чего. И субвенцию из госбюджета на содержание общеобразовательных школ тоже в Николаевке. Школы сейчас и детские сады, собственно говоря, тоже Николаевка принимать не в состоянии. Там отсутствует орган управления образования. С начала года мы несколько раз встречались с руководством города Николаевки, Несколько раз встречались с районным руководством. Район теперь уже наотрез отказывается принимать школы, мотивирует это тем, что теперь же уже там есть объединена территориальная громада. Пускай она принимает какие-то шаги. И недалее, как сегодня, мы снова встречались с директорами школ, с Николаевским мэром. И, привлекая сразу нескольких специалистов, проводили такое достаточно напряженное, достаточно эмоциональное совещание. Наша позиция, она в общих чертах такова. Мы должны от Николаевки получить субвенцию, то есть межбюджетный транспорт на содержание и школ, и детских садов. Но при этом возникает вопрос по финансированию закупок продуктов питания для школ. В школах сейчас детей кормят еще на старых запасах. Что такое старые запасы? Это не портящиеся продукты. То есть, сами понимаете, не портящиеся продукты, которые приготовлены, это самый скудный завтрак. Это тот минимум, который вообще можно обеспечить. То есть, многие дети это даже съедобным не могут просчитать. Мы настаиваем на том, чтобы Николаевка передавала нам межбюджетный трансферт. На средства этого межбюджетного трансферта мы обеспечим прохождение всех необходимых платежей, в том числе и покупки продуктов питания. Другое дело, что для того, чтобы обеспечить продукты питания нашими силами, силами отдела образования, нужно провести тендерную процедуру. То есть, пока трансферт к нам придет, пока мы объявим торги, пока пройдут результаты торгов, пройдет определенное время. Это долго. Поэтому, как частичное решение, мы предложили Николаевке на тот период, что мы пока не можем сыграть свои торги, мы предложили по прямым договорам, по допороговым суммам, купить продукты питания силами Николаевского городского совета. Сейчас этот вопрос обсуждается, я надеюсь, что завтра будет какое-то решение. То есть, они пока ответа еще никакого не дают? У нас прошло напряженное, эмоциональное, не знаю, насколько продуктивное совещание, и привлекали мы самых разных людей. В том числе, участвовал в нашем совещании один из народных депутатов. То есть, это не слухи, что родители просят принесите лука, еще что-то детские из этой школы? Думаю, что не слухи. Думаю, что не слухи. Я очень уверен, что не слухи. Сколько времени, Леонид Теревович, надо, чтобы Николаевке в объединенной армаде создать этот орган для образования? Зависит от инициативности Николаевки, зависит от принятия волевых решений. Может быть, два пути. Может быть, Николаевка готова действительно создавать свой орган управления образования. А может быть, это нецелесообразно. Может быть, следует все-таки вести переговоры со славянским районом, для того, чтобы по территориальности делегировать району полномочия и району передавать субвенцию. Потому что это нонсенс. Но с таким же успехом мы, допустим, могли бы Володарский район финансировать. Так, Николаевка, принципиально, что им нужно сделать на сессии, на городского совета территориальной громады? Им нужно принять решение о передаче нам субвенции и им нужно заключить допороговые договора на закупку продуктов питания. То есть, по закону можно, в общем-то, в экстренных ситуациях до 200 тысяч. Только на прозоро потом звить, размещать. Что такое 200 тысяч, когда речь идет о продуктах питания? Мясо 200 тысяч, овощи 200 тысяч, колбасные изделия 200 тысяч, макаронные 200 тысяч. То есть, это много продуктов, на самом деле много. Так что это возможный путь. А кто вышел с инициативой, чтобы решить эту проблему? А как началось с начального года, я так понимаю, размышления над тем, что делали с садиками Николаевки. То есть, Николаевке, оно как бы и не надо было с тобой. Не комментирую. Они просто еще не задумываются, потому что они приняли громаду, а как... Сепаратисты. Я не исключаю того, что Николаевка еще не осознала, насколько глубокое это погружение. Сыроватые еще, так? Ну, в любом случае, все такие вещи сыроваты, все такие вещи требуют каких-то волевых решений. Законодательство не особо... Не дуже досконалы, будем так говорить. У них это хватает русского запаса слов. Субвенция, это хорошо. Субвенция на какие едет вообще нужда? И сейчас мы ведем речь о закупках продуктов питания. Ну, не, вообще государственном трансфере... А, государственная субвенция из госбюджета только на зарплату педагогов в этом году запланирована. Ну, кому надо там вот это делали, платежи, ничего... Нет, все остальное содержание только местный бюджет. И я вот сейчас понимаю прекрасно, что перед Николаевкой очень сложная задача. У нее уже 4 средних учебных заведения на территории. Для такого небольшого города это, конечно, много. На той депутатской комиссии, когда мы принимали решение в клопотаты про передачу Шкилл, один из депутатов городского совета достаточно возмущенно спросил, что кто подумал, как они будут содержать? Ну, на что я тогда ответил, что есть же субвенция государственного бюджета. Но с тех пор много воды утекло, субвенция госбюджета теперь уже не на содержание школы, а только на зарплату. Это нам надо.